Ну, кроме того происшествия, которое случилось в пятницу, совместно с водой Донбасса, у них на основном трубопроводе был большой порыв, фактически, САЭС был отключен от воды. И параллельно был порыв на нашем шестом водоводе, чугунная труба по диаметру лопнула. В принципе, к моменту, когда вода Донбасса закончила свои ремонтные мероприятия, мы фактически, ну, где-то на часа два опоздали, как раз пока заполнилась вода, и всю субботу у нас проходила прессовка системы центра города. Мы постарались минимально свести, к минимуму свести количество отключенных объектов. Больница Ленина по ее просьбе доставляли воду, и детская больница в субботу доставляли воду. То есть, в принципе, на сегодняшний момент стабилизировалась полностью по лошади. Ситуация под контроль. По поводу вот той аварии в субботу, все-таки технический подвоз воды осуществлялся или не осуществлялся? По заявке мы осуществляли с Андреем Николаевичем, но только технический. Только технический. Только технический. Пока питьевую, как бы, сложно. Питьевая есть, но только во взаимодействии с военными. У военных два раза брали почку, то есть это была пятница, вечер, маммит, соленый, и суббота. Это детская больница. То есть с ними договаривались, и они предоставляли пищевую, именно пищевую. Я понял. Я просто, как бы, когда было совещание по чрезвычайной ситуации, была очерчена проблема и поставлена задача. Вот три предприятия. Горводоканал, водопонижение, КТП. Давайте продумаем варианты, как мы все-таки хотя бы одну для питьевой воды бочку мы можем сделать. Как минимум, в двух инвестиционных проектах по прошлому году у этой бочки заказаны. Ну, а инвестиционные проекты, они когда будут реализовываться, а вода, не дай Боже, если опять авария, то требуется сегодня. Поэтому у вас, люди, вы все, технически грамотные, с опытом работы, думайте, как решить эту проблему. Где найти эту бочку, на какую основу ее поставить. Она была. Потому что военные уедут, и нет бочки, и все. Технически это понятно, хоть одна-то есть, а питьевой получается нет. По поводу бочки, так как у нас одна бочка выехала в Дебальце, она там еще находится, 5 тонн. Мы получили с города Киева новую машину на базе МАС, это молокозавод, ой, молоковозка. Ну, она предусмотрена для подвоза воды питьевой, 8 тонн, поэтому я думаю, что в случае необходимости мы городу покажем все это помощь. И на связи, что просто, как бы, руководители, которые, по-другому, обслуживают и славянский район, и по необходимости, вот сейчас одна выехала в Дебальцево. И не приведи Господь еще к чрезвычайной ситуации, она тоже туда поедет. У нас должна быть своя, хотя бы одна. Просто мы помним, что в результате боевых, военных действий, которые ввели здесь, мы потеряли все эти бочери тогда, 5-5, да, по-моему, взяли взаимные, и все они пропали. Ну, одну хотя бы нужна, да, именно, она должна быть у города, у коммунальных предприятий, неважно у какого, то ли у вас, у урвода канала, то ли на водопонижение, то ли на КТП. МЧС-то и понятно, МЧС, спасибо им, придут на помощь, но здесь должна быть.